В Киевском институте интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесской юридической академии прошли выборы ректора и президента. Таким образом, молодое, но довольно успешное учебное заведение завершило процесс реорганизации. Теперь это полностью самостоятельный вуз. Президентом столичного института единогласно избрали заслуженного юриста Украины профессора-академика Сергея Кивалова. Также коллеги выразили поддержку Василию Фелику, которого избрали ректором института. Более подробно в материале моих коллег. Важная веха в истории Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Вуз завершил реорганизацию. Теперь это самостоятельная единица на карте высших учебных заведений Украины. По мнению министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета самостоятельность открывает перед институтом новые перспективные возможности для развития. Когда ты уже самостоятельный, то это больше ответственный крок в любом случае. Это уже более жесткая конкуренция. И это стимулюет любой заклад до инноваций, до стартапов, до развития, до самоствердения на этом освещенном плацдарме и освещенном поле. Я позитивно оцениваю любую автономию, будь какую самостоятельность и будь какие посыления конкуренции. В завершении реорганизации в институте ознаменовали выборы президента и ректора. Право голоса имел каждый представитель профессорско-преподавательского состава, а также студенты вуза. Фактически единогласным решением коллектива президентом института избрали заслуженного юриста Украины, доктора юридических наук Сергея Кивалова. За него проголосовали 98,8% избирателей, принявших участие в голосовании. Основатель учебного заведения поблагодарил команду за поддержку и разработку новейших и эффективных высококонкурентных образовательных программ. С такими коллегами убежден Сергей Кивалов, Киевскому институту интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия обеспечена лидерство на рынке образовательных услуг. С новоизбранным президентом согласен и министр Сергей Шкарлетт. Несмотря на то, что вуз относительно молодой, он уже зарекомендовал себя в экспертной среде и среди студентов с лучшей стороны. Головное надбание – это профессорский и укладательский склад. Когорта успешных выпускников, каждая история успеха выпускника демонстрирует мощность и величина учебного заведения. Под этим дахом посмотреть историю успеха, особенности, которые закончили этот заклад, она является вражающей. По-друге, это, конечно, материальная база. Материальная база потужна, враховывая социальную складовую, то есть стадион, враховывая гуртожитки, враховывая возможность самореализации студентов. Это и харчоблоки, это и учебные аудитории. То есть все задачи для того, чтобы успешно стартовать на этом жестком конкурентном поле есть. Также фактически единогласно утвердили доктора юридических наук Василия Фелика ректором Киевского института интеллектуальной собственности и права. Он уверен, независимый статус положительно повлияет на развитие учебного заведения. В планах открытие новых специальностей. Приоритет – качественное образование для украинской молодежи. Мы будем делать все для того, чтобы наш вуз выходил и на рынок европейский, чтобы мы себя демонстрировали уже там, по крайней мере, это плани президента университета Сергея Васильевича Кивала, где он сегодня, прежде всего, делает все для того, чтобы сюда участвовать в Европе. И это такая хорошая политика, мне кажется, которая будет очень быстро реализована. Это стабильный вуз, который имеет большую перспективу. Мы всегда подразделились, мне кажется, от такой когорты вузов. Напомню, качество знаний. Это говорят наши, про нас говорят наши выпускники, которые участвуют сегодня высокие государственные посадки. А это больше всего факт. Умовы перебывания, безумовно. Ну и динамичный развиток. Не зупиняемся ни на чему. С успешным проведением выборов коллектив Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия также поздравил председатель Союза ректора высшего образования Украины, ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов, а также ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий. Отметим, что у Киевского института интеллектуальной собственности и права есть все возможности, чтобы на высоком уровне конкурировать с вузами, которые функционируют не одно десятилетие. Материально-техническая база постоянно совершенствуется, а студентов обучают лучшие специалисты своего дела. Так, накануне нового учебного года был открыт спортивный комплекс, построенный в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. А в настоящее время продолжается строительство студенческого храма в честь покровителя всех учащихся Сергия Радонежского на территории Института интеллектуальной собственности и права. Благословил впервые за долгое время возведение нового храма в Киеве предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Таким образом, команда президента университета Сергея Кивалова заложила в свое время весьма прочный фундамент под современное высшее учебное заведение. И сегодня продолжает работать на высокий результат.